В зоопарке Садгород, что в пригороде Владивостока, вот уже месяц, как бок о бок с людьми живет настоящая гроза саванн. Стефане осталось только немного водрасти. Детеныша леопарда выхаживают профессионалы, но даже им понадобилась помощь лучшего друга человека. В нашем случае намного проще стало благодаря собаке, потому что это, так сказать, некий заменитель мамы, потому что таких животных тяжело выкармливать. Леопарды практически не кушают из бутылочки, если там тигры, львы, они проще к этому относятся. И их легче приучить к этому, то леопарды, они очень сложны в выращивании, в искусственном выращивании. Ну и необходимо все-таки и очень желательно иметь приемную мать. И она нашлась. Собака по имени Шерри как раз недавно родила, а значит у нее начался период лактации. Теперь Стефане со своей сводной сестрой Багирой питаются материнским молоком, учатся играть и познают новый для них мир вместе, как умеют. Никогда человек не заменит сородича, хоть и в виде собаки, но все же сородича. У них свои игры, у них свой там режим дня, они могут вместе проснуться поиграть, когда человек не всегда это может сделать, потому что там заняты, да, вот мы их покормили, она сходила в туалет, мы с ней провели время, и дальше они идут играть с щенком. Поэтому это даже намного лучше, чем она расслаба одна. К слову, это не первый случай в садгороде, когда детеныша леопарда воспитывает собака. Относительно недавно другого представителя кошачьих хищников, милашку, вырастил ретривер. Стоит ли говорить, что у милашки Стефани одна и та же мать? По словам работников зоопарка, у нее попросту отсутствует материнский инстинкт. В природе такое, говорят эксперты, случается сплошь и рядом. Девочке леопарду Стефани сейчас всего месяц и несколько дней от роду, но она кушает уже каждые три часа. Вполне комфортно, чувствуя себя со своей мамой Шерри и сестрой Багирой. Да? Сейчас грозного хищника начали прикармливать. К материнскому молоку добавили козе, да еще и начали подсовывать кусочки мяса. Ветеринары уверены, леопард развивается нормальным и не по годам ловким. Кстати, Стефани научилась ходить совсем недавно, но сотрудники садгорода говорят, что уже через месяц она начнет прыгать не меньше, чем на два метра, без особого труда. Ну а Восьмой канал продолжает следить за судьбой маленького леопарда. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.